Собачуля наводила этого, там гавкала, суседки пошла и забрала. Так вот, с Артёмом, изумительный был вот эти вот три месяца, значит, у меня контракт с ней был только на три месяца. Я проработала, и когда у него началось первого сентября, значит, она мне предложила такую вот штуку. Мать, мать, она говорит, давайте вы уволитесь на той фирме, Натали, которая вот вам дала работу, и я вас приму вот втихаря, я такое вот втихаря сделала. Я говорю, я так не могу, я так не могу, я не буду людям, которые мне, значит, дали работу, я говорю, извините, я так не могу, вот. Но я начальнице Натали вот этой фирмы не рассказала, а надо было рассказать. Вот я жалею, что я не рассказала. Надо было рассказать, что вот мне предложили вот такое вот, я не рассказала, то есть покрыла вот тут вот обман. Но я не была не христианкой в 2005 год, ну, в общем. А вот это вот, значит, ну, мама этого мальчика, значит, она, ей очень понравилось, как я работаю, она говорит, это вообще вот он к вам так тянется. И, значит, когда мы стали работать, он был big, overweight, то есть, ну, такой вот плотненький. И она говорит, я вообще заметила, что он за это вот, за три месяца, что вы проработали, он похудел, вот, он, я вообще не обращала внимания, мы с ним игрались и в админтон, и этот вот, в общем, знаете, я просто выполняла то, что я любила, как вот гувернантка, и я имею в виду, как, ну, как мать, ну, вот, такое, знаете, вот предназначение. А вот эта вот женщина, протестантка, которую я потом взяла на этот вот, на, ну, смотрите, я ее взяла как квартирантку в начале вот своей работы, то есть я взяла, она мне что-то говорила там про Господа, про Иисуса Христа, я говорю, слушайте, я вот, ищу себе квартирантку на квартиру, вы не знаете никому, кому нужна квартира. Она такая, ой, я ищу квартиру, значит, себе, и, ну, я ее взяла себе в комнату, ну, как одну, как одного человека. Потом она притащила, значит, еще своего сына, типа, в таком плане, что, ну, веселее же будет, у тебя же, это вот, Артур, ну, короче, втерлась в доверие. Я потом гадостью за мою, обо мне, с этим его, с моими соседями вообще говорила, что я на работе ничего не делаю, что я, значит, дурака валяю. Что, моя работа, это, значит, только ходить на пляже, это вот, ну, я имею в виду, там, с ребенком, или вот это, оно там выглядит, да. Да, я вроде бы вожу, знаете, вот ребенка там на пляж, или это, но, чтобы тебе доверили ребенка люди, у которых много денег, скажем так, и состоятельно, чтобы тебе доверили ребенка. Это нужно, мои три образования, да, они мне пригодились. Совсем недавно мы, значит, ладно, я хотела договорить, что вот, что нечего терять, нечего терять. Это женщина, квартиранка, она согласилась, то есть вот та вот работодательница, которая, я сейчас три месяца, она мне предложила, значит, она говорит, вот вы три месяца проработали с Артемом, мне так нравится, как вы работаете, давайте вы там уволитесь на этот вот, на той фирме. Только там ничего не говорите, типа вы увольняетесь, а я вас тут приму, ну, без контракта, это вот. Я говорю, у нас на фирме есть такая, такой вариант, что можно выкупить, вот реально, потому что вторая работодательница, вот именно вот бабушка, вот у девочки, с которой я потом, вторая вот стала работать и проработала три года, она меня выкупила, то есть она стала со мной работать. Я еще была, ну, под, под, под той фирмой Натали, то есть у нас контракта не было, ну, такого, ну, помесячно, то есть она платила, как бы и на фирму за меня, и мне отдельную зарплату, бабушка, бабушка-то. Ну, что вот эта девочка, с которой я вот три года проработала и которая, ну, сейчас она в США проживает, у которой мама вот в Америке, за американского мужчину вышла замуж. И, значит, она вот эта, не первая моя работа, и на той же самой фирме, вот именно на фирме Натали. Ну, в общем, как люди с деньгами, один человек, как поступил, и второй, как человек поступил, вот первая вот та вот, значит, мама Артема, она мне предложила вот такой вот нечестный, ну, нечестный путь, подставить, подставить, взять, уволиться, ничего не сказать начальнице фирмы, которая мне дала работу, и сказать, что я буду сама по себе и в Тихарапоте работать на ту мать Артема. Значит, и я отказалась, а моя квартирантка согласилась, и я это знала, и я ей не отказала в крыше. Я ее не пристыдила, я ей ничего не сказала. И вы знаете, в конце концов, вот прошли долгие годы, потому что мы общались, но вот потом она меня, ну, в общем, она меня потом холестанула очень сильно, очень сильно. Так что, знаете, когда он скажет, а что тебе терять, и потом же я, зная, что вот в той женщине дух лукавства и обмана, я, во-первых, не рассказала, вот здесь же двойная информация, во-первых, что мама Артема, вот та бизнесвумен, вот та в Одессе, она мне предложила вот такой, ну, кривой вариант, в общем, обмануть мою работодательницу, предложила. То есть не я же нашла сама вот ту вот женщину, это нашли посредник, это нашла именно фирма, которая предоставила мне такую вот услугу. И я отказалась. Второе, значит, что здесь произошло, она предложила мне и вот этой квартирантке, женщине, которую я взяла себе на квартиру, и я, которая называет себя верующей, вот она верующая, все это вот, и я не рассказала это, не фирме Натали, то есть как бы та уже стала как бы моей подругой, она уже стала как бы моей квартиранткой, тем более, как квартирантка она стала. Я ей установила очень маленькую эту вот, она очень мало платила, очень мало по тем вот, по одесски, ну, это вообще, это были копейки, просто копейки. Я просто теряла в деньгах, как-то, ну, я не знаю, знаете, полубесплатная, вообще, как дура. Вот себя чувствую именно как дура, которая не то, что не умеет деньги делать, а которая, значит, мне ее жалко стало. Мне стало очень жалко, потому что у нее была авария. Здесь дело в том, что я решила ей помочь. Смотрите, у евреев и иудеев, у них, семье надо отдавать 10%. Я как бы взяла ее под свое крыло, именно под свое крыло, предоставив ей в Одессе, в самом центре, жилище очень дешевое и шикарное, со всеми удобствами. И ей, и ее сыну. И я говорила, собирая деньги, в общем, у нее была авария, она была замужем. Ее сбила машина. Муж ее бросил. И она была где-то 8 месяцев этой вот в гипсе, в больнице. К ней никто не приходил. Муж гулял. И после аварии у нее стала одна нога, короче, другой. В общем, она, это вот хромалая, у нее сильнейшая, она собирала деньги на операцию по восстановлению сустава. И я на все закрывала глаза. То есть, знаете, как говорится, ну, я ей четко сказала, я говорю, я тебе предоставлю все это вот очень дешевое, это вот именно, чтобы ты, ты собирай деньги. Собирай деньги и делай операцию. Вот, вот что я и говорила. И, в конце концов, она меня так жутко подставила. И еще она вот, там, мне мать говорила, это она же тебя привела к Иисусу Христу. Нет, она меня увела от Иисуса Христа. Она меня увела, она меня притащила в протестантскую церковь, где меня еще больше подставили, где еще возникло, где еще совратили моего ребенка, 15-летнего. Кто? Учительница по музыке. И Артуру было 15, ей было 22. И, смотрите, я говорю за Катю Дмитренко, Катерину Дмитренко. У него отец тогда ходил в ту церковь и, значит, помогал дьяконам, строил карьеру. А это у них карьера. Ребята у них карьера, они за это деньги получают. Потому что мой сват, он, значит, когда Артур познакомился, первое, что он сказал, с этой вот, ну, с Валентиной, когда он познакомился, с моей невесткой, он первое, что сказал, она баптистка, у нее папа, а у меня и папа дьякон. Папа дьякон. И у меня сразу опять, опять это вот, опять папа дьякон. То есть у Дмитренко был папа дьякон и тут папа дьякон. Только как, значит, получилось, тот вот не признавал Артура. Тут вообще, тот мужик Дмитренко, он даже, он вообще работал дворником на Екатерининской. Приехал из какого-то села. Я ничего не имею против дворников. Очень много студентов работают этими вот дворниками и так далее. Я просто говорю, как он себя вел. Как тот человек себя вел впечатление, значит, как президент это вот. И что он делает большое одолжение, это вот великий дворник. Знаете, есть такие вот великие дворники, если разобраться. Я же, я вот той вот квартирантке своей, Наде, она, она тоже без образования. Она работала поварихой, она работала еще уборщицей. Она очень много набирала работ, очень много. Вот как заводная, знаете, вот. А я совсем вот по-другому. То есть я выбрала одну работу, туда вкладывала душу. И это что-то было неимоверно. Ко мне относились как к дочери, как к королеве, люди, которые... Вот та вот бабушка и Царство Небесное ее мужу, на душе ее мужа, Геннадию Георгиевичу. Они меня называли Навы, Оксана Навы, относились как к дочери. Слушайте, у меня сейчас слезы. Как они, как они меня ценили, как они ко мне относились. Ко мне моя родная мать никогда так не относилась. Она жутко ревновала. Это что-то жутчайшее было, как она мне ревновала. Там со стороны вот тех вот людей никакого не обмана, ничего не было, вообще ничего. Как... Это просто божье провидение. Вот те люди, да. Вот те вот люди, они меня привели к Христу. Все православные люди. Так вот, я начала свою тему, что нам нечего терять. Вот это, что Надя сказала. Пойдем со мной в церковь, нам же нечего терять. Есть что терять. Есть что терять. Святое причастие, которое сегодня, ребята, четверг, Иисус Христос установил святое причастие. Православие – это не религия. Это, значит, это вера. Христос принес не религию, Он принес себя. Двенадцать они были, галилеяне, для которых честь самая главная. Все, кого я приводила в дом к себе, потом меня подставляли, пользовались, унижали, за моей спиной гадости делали. Значит, я узнала, ну вот, ну, смотрите, я приняла человека к себе под крышу, квартирантку, и какие она только гадости про меня за моей спиной не говорила. Соседи мои. Соседи, которые меня знают, или которых я знаю с 15 лет, причем есть некоторые соседи, которые меня младше, есть некоторые соседи, которые я первая туда въехала в 15 лет, а им, допустим, было по 10 лет. Я попала на Осипова, когда мне 16 вот было лет, а им, допустим, там по 10 лет, они меня младше. И она вот этим вот, ну, я имею в виду, встречаю, например, соседку, которая у меня намного младше, и на Осипова. И вдруг она, она говорит, ты куда? Я говорю, на работу. Она говорит, а, знаю, значит, это вот, куда, на пляже, пляж пляжется. Я говорю, в смысле? Она говорит, о, значит, разговаривала с Надей в своей квартиранке, она такая, о, Оксанка на работу пошла, значит, купальник взяла, она там, это вот, пляжется ходит. То есть, то, что она узнавала от меня, вот она внешне знала. Она знала, например, что я хожу там на пляж, эта девочка, это вот летом. Говорит, нифига себе работа, она на пляже ходит, для этого нужно, для того, чтобы на пляж ходить, надо было всего лишь три института закончить. И несколько языков считать в совершенстве, знать, и дипломы иметь. Я никогда не сказала, например, ну, там, не унизила, ну, допустим, как это вот, повариха она, она выучилась на повара. Я не ела, вот, значит, меня не кормили, у Артема меня не кормили. За еду, вот, за Надину, допустим, вот эту вот еду, которая повариха, она, ну, она профессиональная повариха, но мне ее еда не нравилась. Она пересоленная была. она любит солить, а я не люблю солить. Вот, то есть у каждого человека есть свои вкусы. Ее бы я себе, повариха, не взяла. Но это не значит, что она невкусно, допустим, готовит, или что нет, вот, она может очень много готовить. Изумительно готовила, это просто, Наталья, ой, как же ее. Вот именно там, где я работала гувернанткой, у, вот, три года, с этой девочкой, там работала женщина, которая в Испании, ну, вот поваром ездила, но не в этом дело. Как она готовила, это что-то, вот, знаете, вот впечатление, что, я не знаю, мы вот сестры, вот именно вот впечатление, что, знаете, вот как будто я приготовила. Вот просто все по моему вкусу. А там еды моей матери меня выворачивала. Еду этой вот Нади я есть могла, но мне не нравилось. Еда, еда Валентины, моей невестки, нормальная. То есть, те супы, которые вот там, допустим, я приходила, если у меня там пост был, или это вот она, там супчик хотите, я попробовала, это все нормально. Ее мама, мне еда и ее матери не нравятся. Моего Артура, значит, он поехал в это, в село к ее бабушке, он там из туалета не выходил. Он американец, и я их предупреждала с его американским нежным желудком. Они там жирные, это вот, и я еще, когда ездила, у меня есть некоторые одноклассники, одна одноклассница, она уехала в деревню, стала там жить в деревне. Я вообще не знаю, зачем я с ней дружила, вот реально. Не за то, что она там плохая. Мне очень много не нравилось, меня раздражало. Вы знаете, если, допустим, прыщик выскочит, приеду, и мне там говорят, о, хотюнчик. Это мне не нравилось, мне раздражалось. И я что-то туда ездила, чтобы всех поддерживать и веселить, и вообще, это, я не знаю, зачем я это делала. Я не знаю, вот, ну, не считала, что нужно всех поддерживать, все же, нужно спасать, поддерживать, это вот, и, ладно, не в этом дело, потому что, вот мне сейчас 55 и, 55. И вы знаете, если я говорила, лучше быть в одиночестве, чем в плохой компании, в конце оборачивалась, все те, кого я любила, поддерживала, вытягивала, из сложнейших этих вот ситуаций, деньгами помогала настолько, вот эту Надю, значит, она уехала в эту вот, в Россию, там у нее умирает любимый человек, его мать, значит, использовала все деньги, она похоронила, она не, мать не хотела хоронить, мать собственного сына, Надя вложила все деньги, осталась вообще без денег, без копейки, на краю света, вот, и я ее отсюда, из этого вот, из США, то есть она мне написала, там, Оксана, помоги, вышли денег, у нее муж тогда денег не давал, мне нужно было умолить, у меня двое маленьких, крохотных было детей, крохотных, я умолила мужа, я нашла эти деньги, я переслала, в конце концов, вы не представляете, какую она мне свинью подсунула, какую она мне гадость сделала потом, как она мне еще обвинила, как, ну, знаете, я подумала, а что, с Иисусом Христовым, разве не так было, разве не так было, он всех вытягивает, и его еще, и знаете, вот и макают, вот сколько он говорит, честный путь, вот честный, от духов, лжи отказывайтесь, от хитрости отказывайтесь, язык говорит, предупреждайте, Иисус Христос пришел, чтобы исполнить законы пророков, а не нарушить, оно все в связке, а те помешаны, протестанты помешаны на, дичь наоборот, и будут вам втюхивать, деньги, 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 рублики, они меня уводили от Иисуса Христа, уводили меня, все равно Господь меня вытягивал, вот, я вот такими зигзагами ходила, протестанты, секты, вообще ничего не понимаю, поэтому я делюсь, зачем оно мне вот, мне уже хорошо, понимаете, уже хорошо, я нашла Христа, я нашла причастие, у меня муж сейчас, хоть и чешется, чешется дико, мне это напоминает Петр Февроне, вот, значит, Петр был же, княжеских кровей, а она была простая, это вот, простая крестьянка, и он пришел к ней, чтобы она его вот исцелила, и он обещал жениться, вы представляете, и, значит, она его исцелила, а осталось одно пятнышко, у меня же муж, когда мы с ним поженились, он меня чесался, у него эти вот изжога была, у Генки тоже самое, изжога, он же все время, у меня мама томатную пасту не добавляет, потому что у меня изжога, и мама все время, папу это вот от изжоги, там и от язвы лечила, все время, вот он пойдет в моря, и приходит, когда она вот язвы, его лечит, 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 только он 60 лет лег, и не проснулся, я думаю, на том диване лег, куда мне Гена приводил, вот в тот дом, в свою квартиру, мамину, своих родаков, квартиру, на Черемушках, и где мы этим вот, там кое-чем занимались, ну что он меня приводил, когда его мама, папа был в морях, а мама была на работе, а мальчику сколько было? А мальчику было 31-32 годика всего, я понятия не имела, что его мама спонсирует, что его мама по воскресеньям, значит, и по субботам на толчке перепродает, я же ничего не имею против там перепродавать, вы вообще сколько времени уделяете Иисусу Христу, что там все такие деловые, и знаете, вот выставляются, они мной пренебрегали, самое интересное, у Кавриги, так что начальница этого вот блефа, и все ее считают, вот Каврига Наталья, Каврига, она по своему мужу еврею, вот, под которым она пыталась меня подложить, который тоже лег в 60 лет и не проснулся, не проснулся, нет, он не лег, он по-другому, у нее, у него случился этот вот инсульт, или инфаркт, прям перед Наташкой, она не Наташка, она Таня вообще, и вообще она нет, она работала главным бухгалтером, вообще у нее бухгалтерское образование, сельхоз, сама она из Ивановки, у нее один институт, сельхоз, бухгалтерское отделение, у Генкиной жены, первой жены, Вики, а я тоже Вика, такая несостоявшаяся Вика, тоже диплом у нее бухгалтера, только технологического института, они где познакомились, они в технологическом познакомились, из-за туда, пожалуйста, в этом вот, в Одесском технологическом, туда всех, кого не хочу, это вот легко было поступить, легко, вы поступите на бухгучет, на бухгучет, одесского нархоза, вот такая дуля, конечно, это его вот, Таньки, вот уедет по документам, ковриги, она вообще была, я даже не знаю ее девичью фамилию, но зато я знаю, что, я не помню просто ее девичью фамилию, это вот, молдаванка, наверное, молдаванка, Генка ее называл толстая, баба из Ивановки, но это ему не помешало с ней спать, вот он при мне ее называл, жирная, толстая Наташка, значит, из Ивановки, вторая, которая Тимофеенко, он говорил, из Мариуполя, значит, очкаречка, но это не помешало ему с ними всеми спать, из-за их бабок, понимаете, из-за остальными тоже, а мне он говорил, что я Гела, а Гела вообще, вот ребята, она же мертвая, она же вампиршая, она мертвая, но у нее хоть передник есть, понимаете, у Маргариты там вообще ничего не было, вот, у него кто Маргарита, за его Викторию, она всю жизнь проработала главным бухгалтером еврейской больнице, в еврейской больнице, а он меня два раза записывал, а когда его дочка Лена, она же уже не Комарова, она была девичья Комарова, и тоже у нее два этих вот, два брака, и у нее, смотрите, какая жуткая ситуация, ребята, когда я вот с таким животом, вот с таким животом, 8 месяцев беременности, думала, а где же дно у человека, с которым я прожила 3 года, я его только что видела, я говорю за Генку Комарову, я его, значит, я, я его видела, находясь на пятом этаже, на пятом этаже, на Таирово, в доме моей матери, в квартире, бывшей квартире, значит, в 114, а у меня там было видно, как машина, Генка тогда не водителем был, Коля был водителем, а Коля забирал вначале Генку, значит, он с архитекторской выезжает машина, и подъезжает ко мне, вот, они меня забирали, вот у меня 8 месяцев беременности, и, значит, то есть, я его утром видела, вот как машина проезжала, и я придуривалась, придуривалась, это как социальный эксперимент, где дно, вот у этого человека, может ли он соврать, и с чем он может поклясться, ребята, не судите меня строго, я не понимала какой-то кошмар, я не понимала ответственности, мне было 22 года только, и я была не христианкой, я себя не объявляла ничего, в общем, через, допустим, ну да, через несколько часов, потому что мы работали вместе, я говорила, Геннад, а где ты вот ночевал? Он говорит, у мамы, а мама у него жила на черемушках, а я его утром видела, как он выезжал, ну машина выезжала, значит, с Таирова, я говорю, у мамы? Он говорит, да, у мамы, смотрит о глаза, я говорю, поклянись здоровьем своей дочери, у него была единственная дочь, а у меня ребенок в животе, я не понимала ответственность, он поклялся здоровьем своей дочери, его дочери ничего не было, но его внучку, значит, потом дочка вышла замуж, у нее было два ребенка, то есть он стал дедушкой двух, и это через годы уже было, а значит, внук и внучка, внучку сбила машина насмерть, а он же мечтал, он же меня за машину продал, то есть я же ему говорю, ты же меня за машину продал, ты меня продал за машину, тебе родыки сказали отказаться от меня, они тебе машину привезут, вы вообще представляете, он отказался от меня, от ребенка за машину, вот так он еще вначале отказался за мебель, за вот за стенку за стенку ребята не за стенку которая вот стенка стенках за гарнитур который тоже мы там обещали просто это вот у вики там наверно вики там я не знаю богаче не богаче но в конце то в конце концов то есть меня продали за кусок деревяшки за кусок металлолома это я с артуром дети я беременна он передо мной клянется здоровью своей дочери а потом у него внучку убил машину а вы ребята а так это же через время только это через годы только такие таки а вот это вот наташку которую танку которая защитить она зная что я что гена вот я ей рассказывала как у меня врал как он меня побил беременную что это наш ребенок и что вот он спит и стоит стоит а потом она еще с ним стала спать потом она мне еще стала говорить какой он классный ребята а я беременна я зато вот он кормила ребенка как это мне вообще было выдерживать вообще не знаю что это меня внутри я не рыдала ей я не бросилась на нее тоже себе бросилась я бы ребенка скинула я бы ребенка скинула но из них же это же пер не святой дух что они мне только не говорили вообще вот так что даже мне вот этот вот муж нарцисс выдает мы тоже дьявол конечно это дьявол за что-то это не бог наказывает это дьявол бесится бесится значит делали что-то или я или мои предки вот которые вот там или эти вот гена вот комаров гена комаров который что не хочешь но он отец этого года артура если даже зритель кровь не разбавишь если мне говорят и не зашит кого я нагуляла кто это сказал да мы работали это месяц на все это вот и все знали его никто не пристыдил радаки его радаки его сами хотели чтобы я эту вот аборт сделала он меня тянул он меня тянул делать аборты к своей жене 1 1 которая работала главным бухгалтером в еврейской больнице там всю жизнь а его дочка работает все же в еврейской больнице в скорой там вообще же это дурдом ребята это дурдом но это одесса это жизнь ребята поэтому я не знаю всех этих вот детали я точно знаю что наташка коврига она вообще не наташка и на вообще национальность я не знаю на молдаванка что там песни молдавские поют а я шу из молдавии штира спали только я залетная в молдавии но если бы меня там мать а вот оставила если бы она такая тупая не было же она даже изменять нормально не могла но с другой стороны это хорошо что ее папаша подловил хорошо хорошо хоть это вот грязь сплала но моя вся семья от меня все это скрывало 20 лет когда меня уже подпирала когда я выброситься хотела того там 16 откуда там вообще пойти кончить свою жизнь они тогда говорили а чё ты на тебя так доводит она же сама этого это вот чё на тебя так пилит что ты шлюха что ты это вот она же сама со своим ближайшим родственников это вот это самое так опять на область меня так на пока прощаюсь